Сегодня 14-го числа 14-го полумесяца 14-го года у 44-го с литерой Д дома девятка долбанула два мирно стоявших на обочине объекта временной недвижимости, отчего совершенно уничтожилась сама. Около пяти утра, когда утомленные футболом уже начинали засыпать, водитель ваза на пустой, если не считать дождя и похожий уже на речку улицы имени Белинского перед впадением ее в Куйбышевское водохранилище попал в ужасную переделку. Восстановить последовательность событий, которые весьма непросто, так чтобы без белых пятен. Точно, ясно и понятно, что началось все с того, что поначалу ему не хватило ширины односторонней улицы, и он, рискуя срубить себе башку, посрубал левые стойки об задний борт, заночевавший возле атриума бизнес-газели. А вот что было дальше? Понятно, уже не очень. То есть понятно, что стоявший дальше Ниссан Мурана тоже получил по попе. Но если сравнить его выпавший задний глазик с тем, во что превратилась девятка, то тут явно пропущен какой-то пропущенный ею страшный удар в правую челюсть. Отчего ее геометрия кузова стала шибко напоминать Неевклидову. К моменту появления ночных корреспондентов скорая уже уехала. А со слов очевидцев, видевших не все, стало известно, что водитель в девятке был один. После удара выбрался сам, несколько раз отбежал зачем-то вокруг своей машины, после чего рухнул, и тут подоспела скорая. Скорая для машины пришла чуть позже, и к утреннему часу пик ключевая городская магистраль была полностью свободна.